всем огромный привет моим подписчикам тем кто видит меня в первый раз меня зовут мария рада представить вас на своем канале сегодня у меня будет совсем короткое видео марки дав потому что посылка с маркой дав ко мне пришла еще перед новым годом но я все так тестировала тестировала основательно что дожила до весны а видео вам так и не сняла поэтому исправляюсь быстренько сейчас вам расскажу о самых любимых продуктах о самых нелюбимых продуктах если так можно выразиться и в общем то если вам интересна марка дав если вы любите бюджетную косметику в уходе за собой и в принципе если вы любите мои видео то оставайтесь со мной желаю вам приятного просмотра так начать хотелось бы своих самых самых любимых продуктов я уже делилась с вами а в общем то в таких сборных видео о фаворитах о каких-то интересных продуктах своими любимыми продуктами именно дав и я вам уже говорил что мой самый любимый сухой шампунь на данный момент которыми идеально подходит это именно дав во первых у него потрясающий очень классный ненавязчивый запах мне он очень нравится мне он подходит я знаю что есть блогеры которых он бесит я не знаю мне нравится очень приятный пудровый такой пудровый ненавязчивый запах во вторых он почему-то на текстуре моих волос практически не заметен то есть несмотря на то что он светлый а я все-таки брюнетка у меня почему-то этот сухой шампунь практически не заметен на волосах при этом он очень хорошо освежает волосы он хороший объем который действительно держите у меня он не склеивает волосы здесь тоже есть не согласны допустим карина папак тоже блогер моя подруга недавно снимали видео о хранении организации косметики если вы не смотрели это видео то обязательно прикреплены наверху ссылку зайдите и посмотрите вот карине как раз таки не очень нравится как да потому что почему-то ей он склеивает волосы я не знаю у меня в общем то таких не замечалось последствий использования дав и мне он очень очень нравится то есть это идеальный сухой шампунь у меня закончилось уже две упаковки я сейчас в ближайшее время доеду все-таки до подружки возьму себе еще одну потрясающий сухой шампунь он достаточно долго кстати говоря у меня используется не быстро заканчивается несмотря то что использую я достаточно часто его как для укладок как укладочное средство которое будет удержать объем также я его использую именно по прямому назначению как сухой шампунь следующий продукт который я обожаю люблю отдав это крем для рук масло шеи пряная ваниль потрясающий крем для рук потому что он очень хорошо питает кожу рук он хорошо борется с сухостью рук он дает сразу комфорт рукам при этом он хорошо быстро впитывается руки нежирные вы можете дальше заниматься своими делами это актуально как раз таки для офисных работниц я думаю что потому что руки постоянно сохнут очень сильно сохнут потому что в офисе сухой воздух в офисе бумаги и другие радости жизни и при этом нет времени чтобы сидеть вот так вот с ручками ждать когда впитается крем вот с этим кремом этой проблемы нет то есть я наношу он у меня за несколько минут быстренько впитывается пока я там пью чай или что-то в этом роде делаю и все больше я никаких проблем с ним у меня нет все впиталось кожа рук очень гладкая напитанная а нет никакой сухости нет никаких шелушений и в общем то все мы прошли мы решаются и отдельно а хотелось бы отметить очень крутой тоже запах потрясающий запах то есть это такой вот очень вкусный восточно пудровый запах сладковатый сладковатый конечно он может показаться навязчивым но мне он таким не кажется как раз таки на зиму было идеально очень очень крутой мне он очень нравится следующий продукт который также мне понравился это молочко для дела увлажнения питания для сухой кожи нам производители обещают глубокое питание для гладкой нежной кожи надолго то есть я в принципе уже пробовала молочко отдав я люблю молочко с автозагаром отдав мне очень нравится это молочко мне понравилось оно классно то есть видно уже что он уже такое у меня все вся упаковка покоцана я его активно использовала что мне нравится здесь 250 миллилитров то есть достаточно большая упаковка для молочка а второй аспект но хорошо питает кожу но очень хорошо питает кожу при этом она также быстро относительно впитывается для именно питательного средства но очень хорошо впитывается но не оставляет никаких липких следов где-то минут через пять можно спокойно уже одевать то одежду в которую вы хотите куда-то пойти допустим на работу и в общем-то не терять время очень хорошая то есть вот кожа безумно комфортно себя с ним чувствует зимой в холода у меня очень сухая очень раздражительная кожа но это молочко мне понравилось оно действительно дарит комфорт кожи увлажненность поэтому тоже в качестве такого бюджетного ухода за телом я очень вам настоятельно советую попробовать как раз таки такое молочко аромат у него кстати говоря такой тоже типично типичный аромат крема отдав мне это тоже понравилось потому что в принципе ничего против их запахов я не имею и последнее чем бы мне хотелось вам сегодня рассказать это линейка средств для волос отдав это линейка damage solutions интенсивное восстановление здесь у меня шампунь бальзам ополаскиватель и также экспресс спрей кондиционер что касается шампуня для меня было странно что он почему-то у меня как-то очень туго пенился я не знаю почему потому что это сульфатный обычный шампунь в общем то но мне кто очень туго пенился я не знаю почему мне не получалось как-то с него шапку пены взбить но в любом случае он достаточно насыщенный такой очень кремовый очень густой экономичный что немаловажно также здесь хороший объем 250 миллилитров в общем то он хорошо промывает волосы он не промывает их до какого-то дикого скрипа то есть он не является таким гипер очищающим он такой среднестатистический хороший шампунь с хорошим промыванием волос без фанатизма что касается бальзам ополаскивателя я ожидал что это будет какой-то продукт утяжеляющие волосы чтобы действительно такие делать гладкие тяжелый за счет большого содержания силиконов то есть ну как это обычно бывает с бальзамами ополаскивателя из масс-маркет здесь мне не хватило немного вот этого вот интенсивного восстановления то есть если бы этот продукт был бы наверное каким-то таким просто питательным бальзамом или что-то в этом роде то да возможно он бы меня устроил а здесь я реально ждала просто не ожидала мои оправдания в том плане что ждала от него большего там действительно интенсивного какого-то воздействия на мои волосы но при этом предотвращает ломкость течения кончиков в общем то проблем с секущимися кончиками меня этой зимой вообще не было то есть в принципе несмотря на то что я укладываю волосы используя фен использую утюжок используя очень много прекрасных всяких вещей которыми я издеваюсь над своими волосами меня нет проблем с секущимися кончиками так что возможно это именно и благодаря этому кондиционеру вот но плюсы для тех кто именно не любит утяжеление волос кто не любит чтобы были какие-то такие очень силиконистые продукты вот это линейка как раз таки к ним не относится то есть и шампунь такой достаточно средний промывающий не будет он вам там сушить кожу голову он очень комфортный и бальзам он не будет гипер там каким-то силиконовым что у вас будут волосы сосульками висеть нет то есть линейка мне в общем то я не скажу я просто немного другого ожидала возможно за счет того что они не оправдали моих таких вот ожиданий возможно поэтому я к ним не отнеслась так что прям это фавориты фавориты сами по себе как уход за волосами как бюджетный уход за волосами который продается в любом магазине да вы я думаю что не очень сильно расстроить если у вас принципе волосы такие как у меня там не очень поврежденные не очень ослабленные без каких-то таких явных проблем ну вот у меня единственная проблема это реально большое количество укладок с помощью всевозможных утюжков фенов и то есть очень сильное скажем так травмирование волос именно за счет укладки идет и все они у меня не окрашены они у меня в общем то никаких проблем внутренних у меня на данный момент нет чтобы они у меня там как-то тоже себя плохо чувствовали вот поэтому мне этот уход подошел мне он принципе принципе понравился я не могу сказать что я прям в восторге но понравился и последнее средство из этой линейки это спрей не смывашка я знаю что уже есть фанаты этого слова как я его говорю не смывашка вот в общем то что могу сказать да волосы легче с ним расчесываться до волосы становятся мягкие до волосы станутся более увлажненные мне немного не понравилось то что по сравнению с предыдущим моим спреем от эльцеф из серии aqualite он мне не дает эффекта не убирает электролизацию волос тот убирал почему-то электролизацию волос то есть он был поприятнее в этом плане и плюс еще меня такое ощущение что вот от этого спрея волосы утяжеляются и пачкаются быстрее ну так в общем и целом он вполне себе приятный вполне себе хорошо работает именно как вот такое несмываемое средство он сразу дарит комфорту такой вот на кончиках что они такие увлажненные хорошие напитанные вот в общем то и все что я хотел вам сегодня рассказать такое мнение сложилось о протестированных продуктов дав пишите мне пожалуйста в комментариях какие из продуктов дав вы пробовали что вам понравилось что советуете и все если видео вам понравилось ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал чтобы быть в курсе всех новостей также подписывайтесь обязательно в инстаграм и перископ там я тоже вас всех буду ждать в гости и все всех вас люблю целую до скорой встречи следующих видео пока пока